Утренний кофе И мы его ведущие Ольга Иковенко И Дмитрий Доброхотов Этим утром только самое интересное и необычное Сегодня мы отправимся на репетицию финала конкурса «Голоса Приднестровья» Продолжим вас знакомить с уникальным винным производством Крикова Познакомимся с настоящим героем Узнаем как и где впервые появилась газированная вода Продолжим викторину, послушаем музыку, узнаем гороскоп и не только Будьте с первым и просыпайтесь вместе с нами Чем ты занимался в детстве? Как чем? Я рос Ну, это понятно В какие кружки ты ходил? Ты знаешь, как ни странно, в театральные кружки я не ходил Но занимался борьбой, легкой атлетикой, футболом, волейболом, баскетболом, конечно же Рисованием В общем, чем я только не занимался Как видишь, толку из этого вы сломала Зато я не слонялся без дела Да, ну, а я, к примеру, закончила с отличием музыкальную школу по классу фортепиано А еще я умею петь Здорово! А вот герои нашего сюжета не просто умеют петь, а делают это невероятно хорошо Совсем недавно они защищали честь нашей республики на международном фестивале Но об этом мы чуть позже А пока давайте посмотрим сюжет Вот уже 9 лет в Бендаре существует вокальная студия «Эмприуны», что в переводе с молдавского означает «Вместе» Название говорит само за себя Все шестеро вокалистов всегда и везде выступают совместно Это маленькая группа ребят и является основой студии Остальных вокалистов уже выпустили во взрослую жизнь Мальчишки и девчонки участвуют не только в местных преднестровских фестивалях и концертах Список стран, которые покорили юные таланты, с каждым годом только увеличивается Собираемся сейчас участвовать еще в Болгарии Также есть планы на Кагул, на Коблево, международный фестиваль В принципе, основная сейчас планка наша – это только международный фестиваль Вот мы уже взяли старт и теперь только вперед, вперед, вперед Совсем недавно юная вокалистка студии Катерина Бордан привезла с международного фестиваля, который проходил во Франции, второе место Ее обошла только профессиональная певица из Португалии, которой на тот момент было 24 года Для своих 12 лет это огромное достижение для Кати Тем более, что девочка занимается вокалом всего 6 лет А вот покорить Францию она мечтала давно Очень хотелось попасть на эту сцену, хотелось, чтобы увидеть это все Хотелось уже выйти и стремиться дальше к успеху Однако помимо девочек в вокальной студии занимаются и мальчишки Андрей посещает кружок уже 4 года Как говорит сам юный певец, он пришел сюда для того, чтобы научиться передавать людям те эмоции и чувства, которые он ощущает И хотя все ребята в его возрасте интересуются футболом или баскетболом Творческая душа Андрея уже не может без вокала Вообще, раньше я как бы не проявлял себя в склонности к пению Пришел сюда и мне тут очень понравилось И продолжил заниматься Мне больше нравится вокал, чем спорт На занятия ребята приходят каждый день и с большим удовольствием И это неудивительно, ведь похвала или порицание руководителя помогает ребятам достичь все больших успехов Так совсем недавно здесь, в Приднестровье, жюри одного из фестивалей, не поверив собственным ушам, заставило трио юных дарований спеть несколько раз Настолько удивительно они выступили И даже за кулисами девочки спели акапелла, для того, чтобы жюри окончательно убедилась в том, что они пели вживую и без фонограммы Увлечь современного ребенка вокалом не так-то просто, но у Марианы есть свой маленький секрет Я стараюсь с ними вести себя на их уровне, в том плане, что я не стараюсь играть во взрослую Будучи студенткой актерского мастерства и неоднократно бывая в театре, нас с первого курса учили о том, что не подавляйте в себе детство Будьте всегда детьми В нужный момент соберитесь, и то же самое я говорю своим детям Эти юные таланты уже покорили множество стран и прославили родное Приднестровье Их узнают на многих международных фестивалях и каждый раз приглашают посетить новую страну или город Хочется пожелать вокальной студии дальнейшего процветания, а ребятам достичь еще больших успехов И сегодня с нами в студии руководитель песенного коллектива «Имприуны» Марина Гербель Доброе утро, Марина Доброе утро Доброе утро Марин, скажи, пожалуйста, куда вы ездили и что вы оттуда привезли? Мы ездили на международный фестиваль детского творчества в город Подольск, это Подмосковье Где принимало участие более восьми стран, не только СНГ, но также Европы и даже из Азии Мы привезли оттуда кубок, диплом участника и, собственно, само пожелание от мэра города Подольска Показывай Это вот такое пожелание, да? Да, получается, каждому руководителю, каждой делегации вручался пакет вот с такой доской, где было пожелание от главы И также сразу перечень всех участников, каждая фотография, это представление идет определенной страны, определенной делегации А где вы? Мы в самом низу, самые маленькие, кстати, мы были самые-самые маленькие участники, самые молодые руководители и самые молодые участники этого фестиваля Поэтому к нам был особый трепет, особое такое теплое отношение и внимание, да Скажите, что вы там видели интересного? Где побывали? Нас поразила организация, то есть каждую делегацию встречал определенный человек, к каждой делегации прикреплялся координатор, своеобразный гид И моментально нам вручались небольшие программки, брошюры, где было расписано каждый день Фестиваль длился в течение недели и, получается, в этой брошюрке, тройная такая была брошюрка, расписана был каждый день по часам Ничего себе! Свободного времени не было вообще То есть вы обязаны были? Мы были обязаны, просто-напросто подъем, завтрак и так далее, и так далее, посещение, режим дня был расписан Просто от и до А что посетили? Что успели посмотреть? Дети говорят, что больше всего запомнился, конечно, балет Мы посетили балет, сейчас скажу, Щелкунчик Да, это была местная труппа балетная У нас, значит, были еще посещения музеев, исторических мест города Подольска А также была экскурсия обзорная по Москве Ну, с погодой нам не повезло, но дети все равно остались под впечатлением Город большой вообще? Подольск город небольшой, очень уютный, он очень близок к нашей местности Похож на наши города основные То есть такой родной, да? Абсолютно родной А основной дворец, получается, дворец Октябрьский, где происходило все действие фестиваля Оно один в один типовое здание, оно напоминает наш дворец в республике То есть, когда мы туда зашли, особенно наши делегации, мы были уже как дома Мы знали абсолютно, где что находится, если все остальные еще страны были потеряны, то нам в этом плане очень повезло Повезло, да Что еще запомнилось? Чем запомнился фестиваль? Выступление? Как прошло ваше выступление? Как его отметили? Наше выступление было обаятельным, сказали, что мы были очень эмоциональны и позитивны Было немного вокальных коллективов, в основном приезжали народные коллективы танцевальные Особенно поразила делегация из Португалии, потому что, получается, участники, участницы молодые девочки Были многонациональны, получается, больше темнокожих было девочек Но при этом руководители русскоязычные танцевальные коллективы И они исполняли, получается, народные русские танцы О, это здорово! Да, это, наверное, было весело Вот это было зрелищно Скажи, Марин, в чем сложность работы с детьми? Сложно с ними работать? Легко? Когда как относительно Потому что дети — это все-таки люди, но люди эмоциональнее Они намного эмоциональнее, да, нежели взрослые, они не сдерживают свои эмоции Особенно у меня коллектив состоит из шести человек от девяти до тринадцати лет То есть у них уже первая стадия начинается переходного возраста Да, да, да Некоторые уже просто не контролируют вообще свои эмоции Там то слезы, то смех И нужно вот эта вот особая трудность именно соблюдать вот этот баланс Получается, чтобы, не дай бог, не довести до слез И в то же время их и не расслабить Скажи, Марина, вообще есть спрос на вокал? Детки хотят учиться этому? Хотят, всегда хотят Не только вокал, а абсолютно всем видом искусства У меня есть один ребенок, который говорит, что Когда ему задают вопрос вообще Как должен развиваться ребенок, каким он должен быть Он говорит очень четко Ребенок должен быть всесторонне развитым Да, да, да И здесь все вопросы сразу отпадают Потому что он занимается вокалом, хочет стать ученым Я так понимаю, что это не последний фестиваль У вас есть еще приглашения? Когда начинаешь участвовать в фестивале, главное не потерять вот эту цепь фестивальную Потому что, в принципе, все фестивали, они настроены на то, чтобы знакомиться между собой Чтобы знакомились руководители, да, обмена опыта идет, эмоциональная обмена культуры и так далее И при этом прямо на этих же фестивалях сразу обмениваются знакомствами, визитками и приглашают дальше на фестивали Не дай бог, если прерывается эта цепь, то нужно начинать все сначала Поэтому мы по приезду уже обратно домой, по возвращению уже готовимся к фестивалю в Болгарию Ух ты! В Болгарии! Ничего себе здорово! Собственно, там же делегация от Болгарии, она же нас и пригласила на этот фестиваль, а также всех остальных участников Поэтому я надеюсь, конечно, что с кем-то мы еще встретимся С кем-то удастся посотрудничать Да, да, да И напоследок пожелания телезрителям, от тебя, детям, нашим утренним, скажем так, телезрителям Я вам желаю солнечного света, наслаждайтесь, пожалуйста, природой, весной, побольше эмоций И занимайтесь вокалом, это прекрасно Спасибо, Валим Спасибо тебе, хорошего дня и отличного настроения Спасибо Спасибо, Валим Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Валим Спасибо, Валим Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Валим Спасибо, Валим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Валим Субтитры создавал DimaTorzok Специальный коллаж Не перечесть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Валим Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Лишь мы затянем песни ійськовые песни Так все спортивы в круги голоса И свои м country поддерживают нас Лишь мы затянем песни Как все спортивы в круги голоса И свои м country поддерживают нас Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон